Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию доклад на тему сообщения русских предописей о Баршанской Битве 1514 года. Среди источников Баршанской Битвы 1514 года можно выделить две большие категории – источники, созданные победителями и возникшие в стране проигравших. Известие о поражении 8 сентября 1514 года попало во многие летописи, которые создавались и редактировались в летописных центрах подконтрольных Москве. Эти источники давно были введены в научный оборот, изданы и использовались многими историками, которые обращались к теме Аршанской Битвы, начиная с Зотова в 1839 году и заканчивая специалистами современности. Однако в стереографии еще не предпринималось попыток критической оценки сообщений русских летописей о том исследовании. Исследуя призыву Алексея Логана, который прозвучал в рамках его доклада сегодня, исследовать источники неизбирательно, а полностью все источники, относящиеся к проблемам, критически их оценивать, я в рамках своего доклада попробую оценить достоверность сообщений русских летописей о битве подошли, а также возможности их использования для дальнейших исследований. В большинстве своем русские летописи дают весьма краткую информацию о Варшанской битве. В них отмечается сам факт сражения, а также сообщается о некоторых обстоятельствах. Лишь Воскресенская, Никоновская летописи и Устюгский летописец содержат некоторые сведения о ходе самой битвы. Изучая летописные сообщения, неудобно заметить склонность их авторов к оправданиям поражения московского войска, а то и вовсе помалчивают итог искажения. Например, Вологодская-Пермская, Иосафовская, Софийская-Вторая, Уваровская летописи и Кустниковский летописец говорят, что «Воеводы, то есть московские, с ними, то есть с войском Московского, бишися крепко, и у них многих людей и воевод, дляцких и литовских, и панских детей и княжа побили. А великого князя воеводы, князь Михаил Иванович Булгаков, да брат его князь Дмитрий Булгаков, да Иван Андреевич и иные воеводы, по грехам литовские люди в руки попали». Конец цитаты. Я процитировал вариант по Иосафовской летописи. Исходя из этого сообщения, результат сражения остается вовсе не ясным. Кроме того, известие о потерях в высшем командном составе войска Состочного не соответствует действительности, что можно редко установить под углом источников. Это очень известно, я не буду останавливаться здесь на аргументацию. Те летописи, которые все же говорят о поражении московской армии, стремятся обронтать его некоторыми неблагоприятными обстоятельствами. Рассмотрим эти сообщения подробно. Самым распространенным является утверждение о том, что литовско-польское войско застало московских воевод в Росфорху. Это обстоятельство упоминается почти во всех летописных сообщениях «Гнязь Константин Острожский и иные рядские и литовские воеводы со многими людьми, и с пушками, и с пещами, и на подошины великого князя воевода». Конец цитаты. Я процитировал в них московскую летопись. Новгородская четвертая летопись идет еще дальше. Говорит, что московские военачальники, цитата, «не надеялись бою и того ради расположились». Конец цитаты. Таким образом, получается, что благодаря информации, полученной от Михаила Галинцева, который изменил Россию Третьему и вступил в контакт с наприятелем, войско Острожского сумело неожиданно напасть на вражескую армию. Соответствует ли это утверждение свидетельности. Здесь будет уместно вспомнить краткую событийную канону. Планомерная осада Смоленск и значительные московские силы началась в мае-июне 1514 года. Сигизмун первый стал собирать войска, но процесс мобилизации проходил настолько медленно, что окончился лишь в середине второй половины августа, когда Смоленск уже пал. В начале войска прошло смотр в лагерь под Борисовым, а потом двинулись в сторону Орша. Как известно, в армии Острожского находилась пехота и артиллерия, что снижало ее мобильность. Даже если ограничиться этими обстоятельствами, то полное незнание московских боевод, о приближении неприятельской армии, которая до воскресения в поход так долго собиралась, представляется крайне маловероятным. Это можно допустить лишь в том случае, если разведка у них полностью отсутствовала. А это, опять же, представляется крайне маловероятно. Кроме того, есть свидетельства, которые содержатся в Уздушской ледовсе. Там прямо говорится, что о приближении войск Острожского было хорошо известно Василию Третьему. Цитата. «И приди весть к великому князю Дорогобуши, что по совету княжу Михаила Глинского король посла силу своих корж и боро воеводу и князя Константина Острожского. И князь великий Василий Иванович посла воевод своих силою против силы королевских». Цитата. Таким образом, мы видим, что Василий Третьий не только знал об опасности, то есть о приближении к Пельсской армии, но и адекватно на нее отреагировал, послав своим войскам подкрепления. По другим источникам известно, что это был контингент под командованием конюшевого князя Иван Андреевича Челянина, который, придя подошел, стал во главе надземенной армии. Есть и другие факты, не менее красноличевые, которые противоречат сообщению о внезапном появлении армии Острожского в Днепре. На своем пути от Борисова Корше войско ВКЛ имело стычки с небольшими отрядами противника. Здесь перед вами моя скромная попытка реконструкции маршрута движения, весьма схематично обозначенного здесь маршрута движения, войск Острожского и стычек, которые произошли у него с неприятельскими отрядами. В реестре московских пленных напоминаются лица, которые были взяты в плен, цитата «На бобре не намаляется». Так сегодня это уже напоминалось. По нарративному источнику известно, что еще одно столкновение произошло на дороге. В попытке локализовать эти объекты получилась следующая рот река Бобр, «На бобре» — это приток реки Березины. Затем столкновение на дороге. Дровь в данном случае — это река под названием «Адров». Вот она подойдет в Денепр, как видите. Сложнее с Малявицей. Я тут пользуюсь наблюдениями краеведа Андрея Орехновича, который заметил, что реки с таким названием ему удалось обнаружить и мне. Однако есть деревня Малявка, которая находится в десяти километрах восточнее современного местечка Лопа. Вот в этом есть приблизительно. Таким образом получается, что на своем движении из Борисова, Букова-Шур, войско Астрожского трижды столкнулось с Неберядицейским отрядом, последовательно на Бобре, на Малявице и затем на реке Адров. Ну, как видите, предполагаемое место последнего столкновения совсем близко к вашему. Более того, стоит отметить, что ряд историков упоминает о переговорах между противопоставствующими сторонами, которые произошли в Днепре по прибытии туда с Астрожского. Ну, аргументацию можно было бы продолжать, но, в общем-то, из этого уже понятно, что появление литовско-польской армии для Днепри никак не могло стать для московского командования неожиданностью. Сообщение о якобы неожиданном нападении вражеского войска на московских воевод является выдумкой. Кроме того, сомнение вызывает попытка возложить вину на извинника Глинского, с помощью которого неприятель якобы и надполняжен. Очевидно, что Глинский мог сообщить Сигизмунду некоторую информацию о московском войске и планах его командования. Однако непонятно, каким именно образом он мог способствовать тайном, якобы тайном приближении литовско-польских сил к неприятелю, если, как было показано выше, маршрут исследования был известен. Следующие два обстоятельства, оправдывающие поражение подошей, напоминаются лишь в новгородской летописи по двум спискам, в новгородской четвертой и в новгородской летописи по списку Дубровского. Процитирую настоятельно. Цитата. «За не же не надеялись о наших боях, и того ради располошались, а сила ненарядна была, а иные в отъезде были, а Литва пришла, изнарядяся на них». Конец цитаты. Цитата была привязана по новгородской летописи по списку Дубровского. «За не дали, а иные в отъезде были, это вот все, кстати, Алексей Лобин уже упоминал. Утверждение вызывает большие сомнения, которые, в общем-то, основываются вот там уже вышеизложенной аргументацией. Если бы московские боемоды действительно не знали о приближении неприятельской армии, то достоверность этой информации можно было бы допустить. Однако, как мы уже увидели, они были хорошо об этом осведомлены. Повторю, что полностью конные московские полки имели значительные преимущества в скорости передвижения перед литовско-польским войском, состоявшим из кавалерии, пехоты и артиллерии. Вполне вероятно, что мобильные отряды москвичей были действительно посланы в разное направление для опустошения вражеской территории. Однако, воеводы Василия Петева имели возможность вовремя стянуть подошу на сбросанные силы, чтобы противостоять неприятелю в полном числе. Вполне возможно, что отступление московских сил за Днепр не в последней очереди было вызвано стремлением поиграть время, чтобы дать возможность подойти всем силам. Таким образом, утверждение об отсутствии в войске значительного числа ратников весьма сомнительное. Следовательно, его не следует рассматривать в качестве достоверной информации при оценке численности московских сил в битве 8 сентября. Теперь обратимся к другому обстоятельству, упомянутому в новгородской летописи. Процитирую еще раз. «А сила ненарядна была, московское северное лицо». Это сообщение может быть истолковано по-разному, так как слово «наряд» имело нескольких значений. Одно из них – это порядок, в частности, боевой порядок. Возможно, здесь имелось в виду, что московское войско не было готово к битве, не стало в боевой порядок, пребывало объектом расстройства. В этом случае фраза «а сила ненарядна была», видимо, должна была усилить уже рассмотренное утверждение о неожиданном нападении вражеского войска. Необходимо добавить, что это противоречие дошедшим до нас с описанием хода битвы авторства Якуба Пиза, Сюгизмунда Гербештейна, Станислава Гурцкого, Станислава Сорницкого и Деция. Эти источники имеют определенные расхождения, однако едины в том, что бой начали московские воеводы, тогда как Асторский избрал оборонительную тактику. Более того, некоторые источники говорят, что долгое время ни одна из сторон не начинала битву. Следовательно, московские военачальники имели возможность перевести свои силы в надлежащий порядок. Однако слово «наряд» в 16 веке могло употребляться в значении артиллерии, ну или в значении какого-то иного оборудования военного, какого-то снаряжения. Таким образом, другим толкованием вышеприведенной цитаты будет отсутствия в московском войске пушек. Само по себе это обстоятельство сомнений не вызывает. То, что московская армия подольше не имела артиллерии, известно по другим источникам. Ну, точнее, отсутствуют какие-либо упоминания о пушках в московском войске. Однако, такой недостаток как отсутствие орудий никак не мог служить оправданием поражения в глазах современников, хорошо знакомых с военным делом того времени. Ну, здесь уже обсуждалось применение огнестрельного оружия на поле боя в Восточной Европе в ту эпоху. В Западной Европе оно применялось шире, а в Восточной Европе артиллерия использовалась в основном для разрешения укреплений или для их защиты. В полевых же сражениях успешного применения она не находила. Битва подольше как раз, где артиллерия сыграла заметную, но не решающую роль, является скорее исключением. Таким образом, в начале XVI века отсутствие пушек войске не могло стать существенной причиной его поражения. Сообщения русских летописей, однако, не сводятся к попытке оправдать тяжелое поражение московской рации. Некоторые из них содержат информацию, которая может быть успешно использована при изучении ажанской битвы и военной кампании 1914-го года. Прежде всего, это устружеская летопись, которая повествует о событиях в беспристрастной манере, в отличие от высшерассмотренных источников. Особого внимания она заслуживает еще и потому, что содержит некоторые уникальные сведения, как предполагается источником информации после живого очевидения событий. Ну, это уже было давно замечено многими авторами, в обществе и в своем роде. Ледопись содержит очень подробный рассказ о неудачной попытке отъезда и погибке Глинского, а также является единственным источником, говорящим о разладе в высшем командовании московского войска. Кроме того, там содержится достаточно редкое указание на место переправы латовско-польских сил через Днепр, что дает ориентин в поисках точного места лета. Необходимо также упомянуть о сообщениях Миконовской и Воскресенской летописей, которые привозят, помимо, опять же, оправдательных интенций, некоторые детали самовосважения. Например, там говорится о гибели одного из московских воеводов пушечного выстрела, а также о характере действий пехоты, вооруженной гнестельным оружием, которую уже широко обсуждалась вчера в этих сценах. Таким образом, сообщения о русских летописи о Баршанской битве 1514 года проявляют стремление к оправданию поражения московских войск и содержат недостоверные либо весьма сомнительные сведения. Вместе с тем, некоторые данные, поддающиеся верификации, могут и должны быть использованы в дальнейших исследованиях. И в качестве небольшого простысловия всего доклада я бы хотел отметить, что вот эти наблюдения попытка оценки достоверности московских сведений, как мне кажется, важна еще для того, чтобы оценивать подобные же сообщения о других событиях, например, о русской битве. Нам известно, там есть немножко расходящиеся версии событий, как именно происходила эта битва. Одну версию предлагают, условно говоря, московские летописи, которые будут обеспечиваться в страну. Немножко другая версия событий складывается со стороны победителей. Ну, также это касается там и некоторых других событий. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ